Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас прям вести как с фронта. Через Ригу проехал какой-то иранец. Ехал он через аэропорт, сел на автобус, уехал в Эстонию. И там ему диагностировали коронавирус. Ну, конечно, мы не предполагали, что сегодня будут такие новости. Однако мы задумали привести такую программу, чтобы немножко развеять, ну, я не знаю, опасения, панику, посмотреть на эту проблему трезво. И для этого мы пригласили в студию сегодня людей как бы с двух сторон проблемы. А медицинскую часть проблемы нам представит сегодня Петерис Апминес. Добрый день. Здравствуйте. Он сейчас является главным редактором журнала «Латвияс Арстс». И как он себя только что позиционировал, всю жизнь был не только врачом, но и журналистом. Старался объяснить людям какую-то проблематику, связанную со здравоохранением. А бизнес-сторону, экономическую сторону представляет Георгий Николаевич Монакандилас, руководитель компании, которая занимается транспортом, транзитом и перевозками, в том числе из Китая. Аэндологистик, да, и всю жизнь он связан с транспортом и может прокомментировать ситуацию с экономической стороны. Приглашаем вас звонить в студию, задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Постараемся на них компетентно ответить и пояснить вам, как нам бороться или не бороться с этим самым страшным коронавирусом. Итак, что мы имеем на сегодня? Еще буквально неделю назад считалось, что коронавирус это примерно то же самое, что атипичная пневмония. То есть это медийная компания, которая имеет какие-то, я не знаю, цели или какую-то подоплеку неизвестную большинству людей. И мы знаем, что вот в этой самой атипичной пневмонии заболевших было 8 437 человек, из них скончались 813. То есть это примерно 1%. Вот эта летальность, она всех пугает, потому что, говоря, что при обычном гриппе летальность составляет 0,2%. А вот это вот страшные коронавирусы, кстати, этот вирус атипичной пневмонии, он тоже был из разряда коронавирусов. Он вот опасен именно своей такой радикальностью. Петерис, как бы вы прокомментировали это мнение? Ну, в любой ситуации паники нету никакого, нету паники, не должно быть паники за счет вируса. Мы в 2004-2005 году нечаянно мир пропустил двух таких вирусов, не увидел, потом увидел. Коронавирусы у нас знакомые, мы имеем около 200 коронавирусов против коронавирусов для свиней, для собак, для птиц. У нас есть вакцины. Коронавирусы, которые ежедневно находятся в нашем пространстве, вызывают около 15% всех насморков или всех кашлей, или всех, ну, даже пневмонии, которые у нас бывают. То есть коронавирус – это ничего нового. Просто этот коронавирус, который пришел, мы просто с ним не знакомы. Он не знаком с нами. Только человек может придумать такое, что вот мы корона этого света. Вирус думает так же. Вирусы живут 4 миллиарда лет дольше, чем мы, и будет оставаться после нас. Значит, они тоже, ну, какие-то пришли к человеку, тоже удивлены, тоже пробуют с нами познакомиться. Ну, вот и это знакомство иногда не кончается хорошо. Ну, но дети фактически не болеют с этим коронавирусом. Люди здоровые, ну, они получат насморк, получат кашель. Ну, а тех, которые понижены иммунитет, от тех мы должны думать, мы должны о них опасаться, мы должны государственным образом пробовать их ограничить от этого нового коронавируса, потому что просто у них нет иммунитета, их не вырабатывается иммунитет против нового вируса. Вот и мы должны думать о каком-то ряде людей, ну, скажем, тех, которые есть онкологией, тем, которые пересажены почки, тем, которым хив айт, тем, которые пожилые, мужчины более 60, то есть моя группа возраста. Группа риска собралась. Да, но самое главное, что курящие, потому что курящие люди себе сделали всё, чтобы с таким хроническим обструктивным состоянием лёгких у них этот коронавирус был по-настоящему опасен. То есть вот на этот раз давайте бросим курение. Всем. Давайте. То есть лекарства у нас есть, надо бросить курить всем, кто курит. Лекарства, вы видите, главным образом это всё будет то, что этот вирус, если это пневмония, это не вирусная пневмония, всё это вызывает то, что у нас живёт в наших дыхательных путях. То есть это будет пневмококк, это будет стафилококк, который будет на этом вирусном заболевании уже развивать пневмонию, которая будет опасна. Значит, я всё время следую теми методами. Мы можем видеть всё, чем лечат китайские врачи. Мы каждый день можем эти прочитать. Вот у меня такой пациент, мы ему даём то-то-то. Они дают широкий спектр антибиотик, они дают гормоны, они дают некоторые антивирусные препараты. Из этого мы можем сделать выводы, что главным образом это бактериальная проблема, которым они борются. Те, которые пожилые люди, которые после химиотерапии, которые после радиационной терапии, ну, которые пониженным иммунитетом, там есть проблемы, они там борются именно как с широким спектром вызывателя. Петрис, если это чихание, кашель и так далее, на самом деле для здоровых людей не представляет такой опасности, почему медийная кампания и карантинные меры такие неадекватные? То есть государства говорят, что они закрывают границы и так далее. То есть идёт какой-то такой, ну, может быть, можно сказать, истерия какая-то? Нет, знаете, мне очень нравится то, что делали китайцы. Если мы бы остановили это всё в Китае, тогда проблем в этом мире не было. Потому что китайцы – это люди, которые верят своему начальству, которые верят своему правительству, которые верят своим медикам. Но в тот момент, когда эта проблема вышла за границей Китая, я смотрю, что пишут самые выдающиеся вирусологи и иммунологи мира, они думают, что уже остановить эпидемиологическими способами не будет возможно, и мы будем в этом году… Потому что мы не верим правительству? Ну, мы будем ехать дальше в тот момент, когда нам скажут всем сидеть дома. Если Каренович скажет нам сидеть дома, ну, я вряд ли думаю, что все будут прослушивать, что будет им сказать Каренович. Если у них президент или генеральный секретарь Компартии Китая, имя которого уже в Конституции записано, если такой человек говорит «сидите, 50 миллионов давайте, не выходите», они верят и не выходят. Ну, была маленькая проблема, китайский Новый год, там 5 миллионов все-таки умудрилось отпраздновать, въехать из этого Хувай-провинции, потому что Новый год по месячному календарю там 5 миллионов нечаянно не послушали. Ну, вот именно результат. Понятно. Когда мы говорим о любой такой медийной кампании, у нее всегда есть какой-то второй, третий слой. Значит, данную медийную кампанию связывали с экономической борьбой, с торговыми войнами, в частности, с торговыми войнами между Соединенными Штатами и Китаем за доминирование, за долю в мировой экономике и так далее. Вот почувствовали мы эту торговую войну на своей шкуре? Что нам делать, зная, что, ну, я не знаю, сколько у нас процентов потребительского рынка занято китайскими товарами? Георгий Николаевич, вот каковы данные, последние сводки о поступлении китайских товаров в Латвию? Что касается, да. Ну, мы занимаемся, действительно, перевозками грузов. И из Китая у нас идет три группы товара. Это электрооборудование, лампочки, электроарматуры и так далее. Вот все, большой достаточно объем. Это музыкальные инструменты, казалось бы, такие... Американских марок, кстати, да. Американских марок, совершенно верно, да. Начиная от барабанов и кончая электронными инструментами, гитарой и прочие все самые брендовые вещи. Да, и видеооборудование, все, что связано сегодня, это действительно очень много... Система видеонаблюдения, там, безопасности. И что касается санкционных, там, торговых войн, это не отразилось на объеме грузов. А вот сегодня в связи с коронавирусом-таки, да, действительно, заводы останавливаются, действительно, грузы не идут. Какие-то еще доходят партии грузов, которые были запланированы, которые были отгружены, которые были произведены. Ну, 45 дней время в пути парохода от Шанхая до наших портов. Соответственно, еще, наверное, когда? Получается, в начале января или в конце декабря было что-то отгружено? Но, кстати говоря, вот эти музыкальные инструменты, которые собираются, они производятся по всему Китаю в различных городах, в различных производствах, они отгружаются, тем не менее. Продолжают отгружаться. Продолжают отгружаться, и да, мы их будем получать, они постепенно идут. Что касается вот именно видеооборудования, видео, там, там интересно, вот я поинтересовался, что же происходит, там все производится роботами. И пока роботы работали, пока все это производилось, ну, про запас, робот какой-то один сломался. Его надо наладить? Его, да, некому. А, человека нет? Я попробую, я, конечно, нереально связан, я просто то, что могу прочитать. Но вы видите, большие компании, которые говорят насчет экономики, они до этого, в этом году Китаю предсмотрели 5,9% вырост экономики на ИКП. И вы видите, все говорят, какая большая разруха китайской экономики. Ну, теперь эти компании дают прогноз 5,6 или 5,4. То есть... 0,3% снижения. Снижение. То есть, если у нас было бы 5,6% экономики вырост, мы, конечно, вот нам там напротив памятник поставили. Но китайцы вот этим очень огорчены. Во-вторых, в самом Юхане производство все начало опять работать. То есть, в самом Хувей-провинции они возвращались на своих фабрик, на своих бюро. То есть, мы очень думаем... Ну, карантин кончился. Не кончился, но они очень хорошо занимаются сейчас дезинфекцией. Они знают, как сидеть один из другого, как мы сидим 1,8 метра и больше. То есть, есть очень разные вещи, которые мы просто должны смотреть и над чем наблюдать. Ну, хоть руки мыть. Я вам еще рекомендую поставить очки. Ну, потому что самый тот вход вируса, самый нормальный вход вируса – это через слизистые глаза, а не через рот. Потому что там во рту у нас наши лейкоциты сделали такие преграды, такие возможности бороться с вирусом. То есть, не маски нужны, а очки? Ну, самое первое, что я вам всем рекомендую. Маска ничего не дает. Маска – это... Если я хочу защищаться, это точно ничего не дает. Если я не хочу другому дать, тогда это очень хорошо. То есть, если я чувствую себя больным, я должен поставить маску. Если я чувствую себя здоровым, я не должен себе здесь делать такую, где живут все микробы. Я здесь плевываю, там теплая среда, мокро, все микробы, какие есть, там начинают жить. Ну, не знаю, почему это делать. Но очки, ну, сейчас мне спрашивали, там спортсмены едут в Китай, я говорю, давайте возьмите от... Плавательные очки? Нет, от волейболистов. Знаете, как те, которые на песке играют, у них такие красивые, так полностью закрывают глаза. Вот эти очки, пожалуйста, все берите с собой, будете выглядеть волейболистами. И вперед! Ну, стильно, модно, молодежно, почему нет? Так что, я вообще думаю, на счет экономики есть очень серьезные изменения будут в экономике. Во-первых, Китай уже успел государственными средствами выкупить те все производственные большие объемы, которые принадлежали разным мировым производителям, где упала очень серьезно цена акции, а китайское правительство миллиарды, триллиарды туда вложило, чтобы получить контрольные пакеты. То есть, сейчас в Китае те, которые будут производить машины, вашу электронику, все остальное, которые раньше принадлежало, скажем, тайванцам, сингапурцам, хонг-конгцам или американцам, там теперь, ну, главное, все будет принадлежать Компартии Китая. То есть, вы хотите сказать, что Компартия Китая сама инспирировала это, чтобы скупить акции? Нет, я хочу сказать, что они все время думают. Нет, нет, мы должны понять, что Китай – это страна, которая имеет 4 тысячи прошлое, и они понимают, как делается большая страна, империя, и есть это империйское мышление. Они понимают, что вот есть такая ситуация, мы должны эту ситуацию решить для всего нашего 1,3 миллиарда людей. Что мы будем делать? Мы понизим цены, мы будем меньше платить за все эти драгоценные металлы этим югоамериканским странам. Те, конечно, ужасы, но китайцы говорят, знаете, у нас проблемы, мы теперь будем платить меньше. То есть, цены на сырье они опустили? Да, они очень серьезно, вы видите, цена на бензин падает в мире. Почему? Они иранцам говорят, знаете, не будем мы там больше вам так платить. Пусть американцы с вами это… Ну да, мы меньше можем вам платить. Ну, конечно, иранцы должны продать, русские должны продать, и они снижали очень цену на сырье. То есть, мировая экономика изменяется, я не хочу сказать, она будет лучше или хуже, но то, что коронавирус понесет с собой экономические изменения, это уже мы можем сейчас видеть. С латвийской стороны мы экономически узнали три вещи. Первая вещь – врач не дурак. Вторая вещь – эпидемиолог не дурак. И третья вещь – медицина – это дорогая. Это узнал Каринч последние три дня. Он до этого эти три вещи не знал, сейчас узнает. Это реальная экономическая победа. Он должен будет выделить больше денег для медицины. А вы понимаете, если он бы выделил столько денег… Каждый день в Латвии умирает сто людей. Сто. В мире… Ну, не от коронавируса, а просто. Нет, от всего. Каждый день в мире умирает 160 тысяч людей. Каждую секунду вот так умирает два человека в мире. А мы говорим о каких-то 800 людей, которые умерли с помощью коронавируса. Не с самого коронавируса, а с помощью его. То есть маленькая… Если в Латвии будет этот вирус, он, конечно, некоторым людям ускоряет… Кончину. Да, но всё равно вложить, скажем, 10 евро в кардиологию будет гораздо лучше и гораздо… Эффективнее. Эффективнее, чем вложить, скажем, в масках, в которых мы будем бежать, как покемоны по Рижским улицам. Хорошо, что вы с юмором вас принимаете эту ситуацию, но всё-таки людей беспокоят, что у нас в инфекционной больнице там 100 коек, и они, конечно же, и сейчас не пустуют, есть какие-то другие инфекции, с которыми врачи работают. Я бы не ехал. Я в Китай сегодня бы поехал, в Юхань, ну, а в инфекционной больнице нет. То есть не надо идти в эпицентр бедствия? Я просто, нет, я немножко смеюсь, но я думаю, что, во-первых, мы должны будем через какой-то месяц или два узнать, что наш эпидемиологический мир не готов был к тому, чем была готова Китай. Если Китае, Китае бы удалось это всё остановить в Китае, мы бы продолжали жить без этого вируса. Теперь мы будем продолжать жить с этим вирусом. Он будет ходить по всему миру медленно, мы все постепенно будем получить против него иммунитета. Каждый человек, ну, мы знаем, как в школе, детские сады или школа, мне внуки приходят 1 сентября туда, и третья уже с каким-то вирусом дома. Они передают один другому. Потом они возвращаются через неделю. И всё в порядке. Да, и ещё через неделю они второй раз всем поменяются. То есть каждый ребёнок вырабатывает иммунитет против около 300 вирусов. В каждом из нас живёт 300, 310, 320 вирусов. Но при этом бабушки и дедушки заболевают. Да, нет, ну да. Но дети это всё вырабатывают, и когда он вырос до 18 лет, он уже ничем не болеет, потому что у него есть антитела против всех этих вирусов. Понятно. Но сейчас никому нет против этого коронавируса. Ну вот и все в мире будет, пока мы каждый в этом мире будем с ним познакомиться. Здравствуйте, я пришёл. Он нас понимает как свой дом, а я его понимаю как паразита. Но есть же разница небольшая. Земля большая, понимаете, голубая одна. Она нас понимает как паразита, а мы Землю понимаем как наш дом. Очень хорошее образное сравнение. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и через 2-3 минуты ждём ваших звонков радиослушателей с вопросами нашим экспертам. Сегодня у нас Петерис Апинис, врач и предприниматель, который занимается перевозками, Георгий Монокандилас. Не переключайтесь. Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу программу про коронавирус. В студии работает журналист Людмила Прибыльская, звукорежиссёр Евгений Копеин. И наши гости сегодня врач Петерис Апинис и предприниматель-транспортник Георгий Монокандилас. Итак, мы обсуждаем влияние медицинской и экономической коронавируса. В первой части программы Петерис Апинис нас убедил в том, что бояться ничего не надо. Все мы чихаем и кашляем, и в нашем организме живёт много маленьких животных в виде вирусов и бактерий. 4-5 килограмма. 4-5 килограмма бактерий в нас? Бактерий, да, в каждом. Мы каждый носим с собой, и это как орган, вы понимаете, это микробиом. Это всё в нас живёт, он помогает нам жить. Вирус не всегда это плохое, вирус нам помогает, защищает. Помогает нашей биологии. То есть, мы без вирусов уже не можем жить. Вирус там живёт здесь. Полюбите свои вирусы, да? Да, полюбите. Да, ну нормально, интересные. Какие они интересные, какие они разные. Но не все очень хорошо в нашей клетке живёт. Ну, обустраивает, там делает свой протеин, его выделяет наружу, там делает свой РНС или ДНС. А сам вот коронавирус, фантастический вирус, очень большая, длинная РНС-цепь, и он имеет ещё такие свои системы, которые проверяет. Поэтому мы не можем там вложить какой-то неправильный кирпичок в этот РНС как медикамент. У него есть система, которая его выбрасывает. То есть, это большая разница, отличается с гриппом и вирусом. Грипп-вирус короткий достаточно, он всё время должен меняться. РНС-вирус, который мы говорим, коронавирус, он такой постоянный, стабильный. Ну, видите, поменялся. Нечаянно ушёл из детучей мыши. Или через ящерицу, или через такой, ну, такой маленький... Панголин. Панголин, да. Такое животное. Или через одного, или второго пришёл человек. Так, у нас есть звонок, надевайте наушники, давайте мы послушаем, что нас спрашивает радиослушатель. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что этот вирус мутированный передаётся непосредственно от человека к человеку воздушно-капельным путём? Ну, и через предметы, на которые больной человек... Чихнул. Чихнул и кашлянул. Ну, и так же... А так же... Да, да, именно так. Да, хорошо, спасибо. Хорошо. Во-первых, не всё мы ещё об этом вирусе знаем. Он интересен с тем, что есть... Мировая экономика сейчас может вложить деньги в... В поиск вакцины? Ну, вакцина, это далеко ещё. Но мы можем его исследовать. Я должен сказать, что они только, конечно, кашляют путём. Вы понимаете, люди не только кашляют один на другого, они, скажем, целуются. Они занимаются сексом. Они занимаются... Ну, в Китае хоть что бы сказала компартия. Не ходите ближе 1,8 метров. Они всё равно целуются. Они всё равно любят. Они всё равно будут заниматься сексом. Они всё равно будут заниматься другими вопросами передачи вируса. И я должен сказать, что он передаётся и этим путём тоже. То есть не так просто, что только чихнуть. Этот вирус живёт достаточно хорошо. То есть, ну, я думаю, минимум 48 часов он может прожить в тёплом, мокром местности. Ну, если там не будет яркого солнца, такого у нас пока нет. То есть, этот вирус может достаточно долго оставаться на всякой среде. И с этой среды мы с пальцами его берём. И теперь посмотрим. Ну, первое, то, что мы можем его поставить в рот с чем-то другим питанием. Хлебушку подержать. Второе, то мы можем пробовать в нос свой палец засунуть. Третий – засунь ухо. Но, к сожалению, все пробуют каким-то образом глаза там потреть. Ну, вот тогда я говорю, вот давайте с этих последних трёх давай пробуем отказаться этих привычек. В нос не суньте свои пальцы, в ухо тоже не суньте. Если возможно, давайте глаза не будем треть с пальцами. Ну, то есть, если вирус действительно живёт только 48 часов, то почему Алиэкспресс закрыла пересылку почты? Так, Город Николаевич? Нет, это всё брехня. Там не надо об этом всём. Эти передачи давайте будем реалистами. Давайте будем жить дальше, как мы жили. И просто то, что мы можем делать, давайте то и будем делать. А что вот вы, ваши рекомендации, что делать? Ну, значит, не ковыряться в носу, не отмыть руки перед едой. Я вообще думаю, что если человек хочет встретиться с вирусом, он, конечно, каждый день должен двигаться. Ну, во-первых, я каждому человеку в Латвии рекомендую полчаса, каждый день заниматься спортом, физическими активностями. Сами это делаю. Ну, я даже больше успеваю, чем полчаса, я пробую час каждый день что-то сделать. Но это уже будет очень большая гарантия, что вирус с вами будет только познакомиться, и вы будете на нём чихнуть прямом или переводом. То есть не он на вас, а вы на него чихнёте. Но те люди, которые, конечно, имеют проблемы, если у них есть хронические заболевания, они пожилые. Ну, фактически вирус по-настоящему действует активно против пожилых людей. Ну, если он курящий, если он долго курил, если у него было лечение онкологическими заболеваниями, если ему пересадили почки и так далее. То есть есть целая группа людей, которые всё-таки не могут так хорошо реагировать на новом неизвестном вирусе. Во-первых, я всё-таки думаю, что рекомендации американцев, что будем прививать этих людей против бактерий, то есть пневмококковых. Ну, если мы можем пневмококковую вакцину купить, я думаю, что государство может на такой ситуации многим людям оплатить эту. Я это рекомендовал. Это дорого? Ну, дорого – да, но я думаю, что это не для всех, не для меня, не для вас, это для людей, которые… Группе риска. Группе риска. А вообще наша медицина, вот насколько она гибко может подстроиться под такую ситуацию? Мы же в рамках бюджета живём. А что там подстроиться? Мы не первый раз, наши врачи встретятся с кашлем, с насморком, с температурой повышенной. Не первый раз они познакомятся с пневмонией. То есть, нет, пока мы смотрим, в тот момент, когда будет такая тяжёлая пневмония, она всё равно будет появляться в Страденевской больнице, или она будет появляться в Аустром клинической больнице, в реанимационном отделении. Мы точно её увидим, да. То есть, никакой большой разницы, как лечить другую вирусную пневмонию, которая потом получила ещё множество разных бактерий, никакой большой разницы нет. Я именно поэтому смотрю, как китайцы лечат каждого больного. Я должен сказать, да, они сразу делают то, что мы привыкли делать. Ну, конечно, они делают очень, ну так, железно. У них сказано, значит, делаем. Чётко исполняют. Да. Ну, в принципе, то есть, если возвращаться к нашему предыдущему разговору, в инфекционную больницу мчаться не надо, делать прививку от гриппа тоже не надо, а вот прививка от пневмокока, она может пригодиться тем людям, у которых ослабленное здоровье. Знаете, я вам скажу, что в этом году грипп взял больше именно в Америке, чем мы раньше думали, и грипп, конечно, взял там 20-30 тысяч людей. И грипп, я вообще из тех, которые считают, что маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям за 80 и хроническим больным, а также медицинским работникам, я всё-таки советую вакцину против гриппа делать. Даже сейчас. Я не могу, это не моя рекомендация. Эту рекомендацию, конечно, придумала Всемирная организация здравоохранения. Я просто эту рекомендацию повторяю, верю этой рекомендации и говорю, не надо сразу встретиться с двумя вирусами. Если ты встретишься сразу с двумя новыми, один будет грипповый вирус, второй будет этот наш коронавирус, ну, а может быть, тебе не будет достаточно сил и средств, твоим иммунитетом бороться с двумя противниками. Это так же, как в войне. Если тебе воевать на двух фронтах... Фронтах сложнее. Гораздо сложнее. Георгий Николаевич, вот говорят, что предыдущая, так сказать, такая мировая кампания, когда боролись с атипичной пневмонией, она стоила мировой экономике 40 миллиардов долларов. Вот видите ли вы угрозу сегодня в коронавирусе как, так сказать, такому агенту против нашей экономики? Или есть какие-то моменты, которые нашей экономике вредят больше? Ну, например, капитальный ремонт банков и там закрытие счетов. Вы совершенно правы. В связи с коронавирусом Латвия явно не пострадает. Во всем случае, те грузы, с которыми мы работаем, ну, видео, техника, видео, это да, но она не повлияет на экономику, а в основном транзитом идут грузы из Китая, это в Европу главным образом, поэтому тут большого влияния на нашу экономику, это точно не к этим образом. Как на мир, это мы увидим, конечно, там будет, когда помещение, когда... Подсчитают убытки? Когда подсчитают. Да, если остановится производство, если товары не идут, безусловно, будет большой. Но это подсчитают экономисты. Еще впереди, и пока не стоит об этом переживать. Но что касается Латвии, тут большое сомнение. Ну, вот, допустим, вы получали видеооборудование из Китая в последнее время не только по морям, но и авиатранспортом и так далее. Вот из этих каналов поставок какие прежде всего пострадали? Самые быстрые, авиационные? Да, безусловно, авиаперевозки остановились. Аэрофлот единственный, кто остался, кто возит. Финейр не летает. Синаир, да. Не везут здесь большие объемы. Действительно, латвийская почта тут получила хорошую работу. Алиэкспресс перевозил весь. Да, все это остановилось. А железнодорожные перевозки, мы тут какие-то грузы из Варшавы берем, из этих китайских. То есть они еще идут по-прежнему? Нет, все это тоже остановилось. Понятно. Хорошо. Еще раз, 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавайте свои вопросы по поводу коронавируса, экономики и медицины и всего остального. Петерис, я хотела вас спросить. Ну, правительство, наверное, обсуждало вопрос о том, какие меры оно может предпринять в случае, если заболевание будет диагностировано здесь. Ну, то есть наших ресурсов хватит на то, чтобы бороться с… Если вдруг у нас тут весь автобус заболеет, в котором ехал и ранее. Нормально. В любой ситуации я смотрел 15 января уже в этом году. То есть в тот момент, когда мы точно еще не определили даже геном этого вируса, когда мы еще только все обследовали, когда китайское правительство еще не дало все распоряжения, они уже выделили для борьбы с вирусом 13 миллиардов долларов. Ну, что это? Это китайцы. Китайцы. Но это латвийский бюджет. Вы понимаете? Да, полтора миллиарда. Это реальный латвийский бюджет. Нет, ну, вы понимаете, ну, теперь я пару дней тому назад американцы там видели 4,5, ну, 2,5 государственным путем и 2 миллиарда через свои штаты. То есть опять 4,5 миллиарда. Куда они уходят? Во-первых, они уходят на науку, что это очень интересно. Второе, они уходят на реальные эпидемиологические вопросы решения. Третье, они уходят на разработку новой вакцины. Я думаю, что вообще такой вирус для науки дает толчок. И для экономики дает толчок. Почему я так уверен, что этот вирус будет дать толчок экономике? Вы помните, в Японии было стагнирующее государство. Там было 0, плюс 0,1. И КП не выращивали. Они были очень недовольны своим правительством. Пришло землетрясение, пришло цунами, рушили там атомную электростанцию. Ужас-ужас. Теперь Япония играет все время 2-3 плюс с реальным выростом экономики. После этого они сделали толчок. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне очень интересно, для всей Японии пошло это в пользу, как экономически. Я думаю, что китайцы тоже очень смотрят на это. И я думаю, что Китаю может это дать в пользу. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Китайцы, который занимается фармацевтической индустрией, должен дать большую пользу. Слушаем вас, говорите ваш вопрос. Здравствуйте. Это я, да, говорю? Добрый день, говорите вы, это вы говорите, да. Вы знаете что? Я вот слушаю, да, меня зовут Алексей. Да, очень приятно. Я вообще-то знаю, ну финансовый вопрос понятен с этим коронавирусом или как там его называют, там, тут все понятно. Зачем он и почему? Ну что, слегка комиссия, да, я вот вчера посмотрел на ютуб, и вы знаете, вот выступление, я далеко не поклонник этого господина Жириновского, да, но там в 15-м году показывали на ютубе, да, что он говорил про этот коронавирус, да, и давал там какие-то рекомендации. Вот у меня и докторам вот этим уважаемым, есть такой вопрос, откуда он мог знать это? А если вы не верите, да, допустим, но я не буду обманывать вас, вы можете пересмотреть. Ну, наберите там Жириновский, там, выступление там, а выступление недавнее, совершенно недавнее, только 4 или 3 дня назад. Спасибо, да, за ваш вопрос. Ну, в любой ситуации ошибочка, Малегия, это в 15-м году он говорил насчет Эболы. Эбола – это вирус, который, эндемический вирус в Африке, и которого, если мы хотим еще его достать, мы можем туда ехать, целовать трупов и заниматься всякими другими, потому что иначе его мы сюда привезти не можем. И я не видел ни одного европейца, который умер от Эбола-вируса, но тогда мы делали такие же большие шаги эпидемиологии в 15-м году. В 16-м году мы сделали большие шаги, эпидемиологические шаги насчет ЗИК-вируса. Это было время Олимпиады Реодженера. То есть мир каждый год все-таки с чем-то борется. Это именно то, с чем мы должны бороться? Может быть, нет, а может быть, да. То есть эти все высказывания в 15-м году были против другого вируса, не против. Есть еще вопрос. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вот сейчас информация прошла. В Эстонии, значит, зафиксирован первый случай. Человек заболел, да, который прилетел из Ирана в Латвию. Да, мы с этого начали программу в этом сегодня, да. Ну, интересно узнать, значит, он, наверное, не с самолетом же или там... С самолетом, с самолетом. С самолетом прилетел Туркиш-эрлайнс, прилетел в Ригу и отсюда автобус. Я имею в виду в Эстонию. В Эстонию-то он, наверное... По автобусам из Риги. По автобусам, да. Вопрос теперь, да, сколько людей он заразил, да, и почему не проверяют в аэропорту тогда уж людей сразу все, кто-то карантин не устраивает. Это же, по-моему, безалаберность. Хорошо, спасибо. Ну да. Во-первых, во всех аэропортах сейчас достаточно есть системы, которой мы очень много что можем выхватывать. Но главный принцип мы видим, если повышенная температура человека, мы, конечно, не можем всех подряд сделать секвенции вируса. Если бы мы попробовали без секвенции вируса делать всем жителям мира... Да, то есть, мне кажется, 60 евро стоит. Да, то есть, нет ни малейшего смысла с этим заниматься. То есть, то, что мы можем сделать секвенции здесь, в Латвии, в разных лабораториях, это нормально. Мы очень хорошо можем сделать наши возможности достаточно на всех, которые прилетают, улетают, проверять нет смысла. Это слишком дорого и нет результата. Этот иранец, он будет, ну, в Эстонии, наверное, продолжать теперь две недели чихать или кашлять, его потом выпустить и всё остальное. Самолёт, как бы интересно ни было, это один из самых таких версий, где его можно очень хорошо передавать. И человек, который лучше всего может передавать вирус, это стюардесса. Но если случается такое, что стюардесса где-то была бы больной, то есть, она ещё не была больной, но она уже носила этого вируса, она бы могла всех, ну, там, в средних рядах всем этого вируса отдать. Ну, это такая же, такие, все, конечно, играют, мы можем посмотреть всякие варианты хитрости, как сидеть в самолёте, как защищаться, но это уже всякое. То есть, конечно, этот вирус идёт дальше, и мы достаточно пессимистически смотрим на то, что с эпидемиологическими вариантами его удастся ограничить. Давайте последний звонок примем. Добрый день, говорите. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести в Риге маски? Я сегодня ходил в аптеку, спросил, на меня посмотрели удивлённо, сказали, вы что, не знаете, что уже больше месяца их нету, мы их не видели. А вы больны, извините, вы сами больны? Не понял вопрос. Вы больны в данный момент? Почему вы маску ищите? А вы считаете, что маска не нужна? Я ещё раз расскажу. Да, сейчас. Просто доктор Апинис уже об этом сказал буквально 15 минут назад, он сейчас повторит свою рекомендацию. Да-да-да. Давайте не будем ставить маску, пока вам маска не нужна. Эта маска только будет для вас место, где вы будете все варианты микробов развивать. Если человек имеет кашель или насморк, тогда он ставит маску для того, чтобы не чихнул на других, а не потому, что кто-то ставит маску, чтобы не вдохнуть чужое. Давайте, если у вас нет, не ставьте маску. Ну, то, что я вам рекомендую, если у вас есть вариант линзы или очки, я вам рекомендую очки. Спасибо. Так, ну давайте ещё один звоночек. Добрый день, говорите. Добрый день. А я кратко хотел спросить. Не про коронавирус, а про грипп. А что, для гриппа не надо маску покупать? И вообще, они должны быть в аптеках или нет? Спасибо. Нет, не надо. Это такая китайская традиция носить маску, она фактически не потому, что она защищает от гриппового вируса, она главным образом потому, что у них гобы носят пиль или гобы носят такие маленькие, ну, и там загрязнение воздуха. То есть, они как респираторы их используют? Они главным образом защищают от всякой пили и от всего загрязнения воздуха. То есть, гулять по Риге или в аэропорту с масками, ну, не знаю ни одного необходимости, почему это так делать. Смотри, я маску не ставил бы, если я бы находился в источнике вируса. То есть, маска человеку здоровому не помогает? Если человек очень хочет, он, конечно, может дома сам его пошить, тогда давайте шить побольше такого, берите не марли. Да, марли ещё в магазине продаётся. Да, марли продаётся, давайте шить, но я думаю, что это никому не нужно, но каждый может, давайте, если шить маску, тогда на ней поставим какую-то рекламу, как вы не хотите, ваша фирма своё, всем выдаёт маски, реклама фирмы, мы перевозим музыкальные инструменты, все смотрят на вас, видят, о, музыкальные инструменты нам привозят из Китая с этой фирмой. Вот это я понимаю, вы носите маску болтком, да, все знают, о, точно забыл включить болтком. Ну, вот это я понимаю, это реально, почему носить маску, там сразу есть какое-то другое приносит. Итак, сегодня мы в программе «Подоплёка» разбирали коронавирус, самую актуальную тему дня, тем более, что уже в Прибалтике появился один заболевший, говорят, он в Эстонии находится, а проехал через Ригу, вот, но доктор Петерис Апинис нам сказал, что не надо сеять панику, здоровые люди почихают и выздоровеют, вот, а если кто-то есть в группе риска, то им, конечно, нужно остерегаться, но остерегаться не так, что, так сказать, закутаться с ног до головы в марлевые повязки, а больше гулять на свежем воздухе. Бежать, бежать даже. Ну, гуляем, будем гулять, будем гулять, если есть возможность и силы бежать, тем, кому за 80, они, конечно, побегут, а если нету сил, то они не побегут. А Георгий Николаевич Монокандилас, который занимается транспортными перевозками, в том числе и из Китая, нас уверил в том, что грузы, ну, как-то они немножко приостановились, но все-таки они идут, и экономики Латвии коронавирус, скорее всего, не принесет такого ущерба, как, ну, например, капитальный ремонт банковской системы, когда предприятиям закрывали счета. Итак, на этой оптимистической ноте мы с вами попрощаемся. Программу вела Людмила Прибыльская. Встретимся с вами в программе Подоплека в следующий четверг.